В Югре введен особый противопожарный режим. Югорчан призывают к бдительности при обращении с огнем. Первые масштабные возгорания удалось ликвидировать. Виновником ранних пожаров в этом году стали не только люди, но и погода. Чем обернулась аномально жаркая весна в сюжете Александры Амелиной. В Югре введен особый противопожарный режим. Это означает повышенную бдительность и аккуратность горожан при обращении с огнем. Насколько в жару опасна стихия, убедились жители Ханты-Мансийска. В эти выходные людей напугали огромные клубы дыма, которые было видно из любой точки города. Кадры наступления огня облетели соцсети. Возгорание произошло в пойме реки Иртыш, вреда жилым строениям не нанесло. Что стало причиной разгула стихии, сейчас выясняется. Два крупных пожара не миновали и садовые товарищества Урая. Причины сотрудники МЧС назвали вопиющими. В одном случае виной стал садовод, сжигающий сухую траву в бочке, что послужило уничтожению восьми построек. В другом из-за выпавших углей из мангала сгорело четыре строения. По природным пожарам у нас прирост уже практически более чем в три раза. Уже произошло 17 природных пожаров, тогда как в прошлом году их было всего шесть. Составлено шесть административных дел. Это еще на предыдущих праздниках, когда мы только начинали эту работу. Сейчас уже на праздники, которые были посвящены 9 мая, победе в Великой Отечественной войне, мы также проводили рейды по территории муниципальных образований и возбудили 12 административных производств. Впрочем, виновниками пожаров стали не только люди, но и погода. Буквально вчера в округе потушили два крупных лесных пожара. Этот год отличился аномально теплой весной. Синоптики объясняют это тем, что азиатский антициклон сформировался южнее, чем обычно, и не мешает греть нас теплому воздуху с Атлантического океана. До 15 мая у нас еще ожидаются достаточно теплые такие жаркие дни, но и то постепенно температура, вот жара будет ослабевать, температура будет падать. А в конце периода, в конце недели, уже после 16-го числа, на нашей территории пройдет циклон, и мы ожидаем дождь в большинстве районов округа, ветер барыстый. Пренебрежительное отношение к огню и несоблюдение правил пожарной безопасности в жаркую погоду может нанести непоправимый урон не только природе. К счастью, в этот пожароопасный период человеческих жертв нет. Тем, кто игнорирует правила, специалисты напоминают, отвечать придется по закону, немалыми штрафами или даже уголовной ответственностью. Александра Амелина, Александр Черник, Вести Югорье, Ханты-Мансиск.